Все самые креативные проекты Ульяновска в одном месте, на территории бывшего Суворовского училища. Сейчас площадку готовят, устанавливают сцену, декорации. У организаторов есть ровно сутки, чтобы успеть в срок, ко дню российского кино. А это уже в эти выходные, 27 августа. Дневное время это такой family time, там и спектакли, и цирк, и фокусы. После кинопоказ фильма, после у нас будет квиз, потом у нас будет награждение участников фильма «Я, Ульяновск. Будущее». Приветственное слово от губернатора Алексея Юрьевича. И, соответственно, после как раз показ этого короткометражного фильма. Короткометражку сняли за два дня в областной столице. Ее хронометраж около получаса. В ролях не именитые актеры, а простые ульяновцы разных возрастов и профессий. В первой половине так называемого анонса много шуток, знакомых для многих горожан локаций. Вторая половина – это идет такая мотивационная половина для того, чтобы, собственно, о чем и идет фильм. Фильм идет о том, что везде есть возможности, просто нужно открыть глаза и посмотреть. Продюсеры называют это тизер, что в переводе с английского означает «дразнить». Именно так планируют заинтриговать зрителя перед премьерой полноразмерного фильма «Я, Ульяновск. Будущее». На этапе подготовки появятся те самые возможности. На площадке пройдет кастинг. Возраст, пол, наличие актерских данных – неважно. Главное – быть самим собой. Как правило, это самое сложное, потому что люди на кастингах стараются понравиться. А это, как правило, идет такой, знаете, момент наоборот отталкивания. И мы всегда говорим, что будьте просто самим собой, и от этого у вас пойдет и харизма, и энергетика. Кто пока не готов блистать на большом экране, сможет погулять по другим площадкам. Купить крафтовые сувениры, вкусно поесть, присоединиться к кинопоказу под открытым небом. Неожиданный праздник в неожиданном месте растянется на целый день. Вход свободный, весь интерактив бесплатный, кроме еды. Если идея найдет отклик, такие мероприятия будут проходить регулярно. Сейчас идут переговоры для освоения территории.